здравствуйте я вот поковырялся значит на полках и решил что надо показать старые советские чемоданчики проигрыватели и вот начнем мы вот этих двух чемоданчиков это электрофон сетевой ламповый волга который выпускался с 1957 года купил я эти два граммофона думаю лет 20 назад и наверное с момента покупки ничего с ними не делал вот точно не могу сто процентов сказать но почему-то такая уверенность что я их вообще не трогал они так положил на полку упаковал и они так и лежали ну и перед тем как показать их вам я немножко ими занялся о чем я расскажу позже ну давайте теперь посмотрим по внешнему виду каждый из этих проигрывателей начнем мы с зелененького чемоданчика но тут конечно я его протер от грязи но так уже сверху видно что немножко цвет ушел значит ручка вся видите она как-то осыпается вот тут обрезиненная ручка но она вся сыпется вот вниз вот дальше что у нас сзади сзади утрачена решетка декоративная но вот здесь привинчена металлическая так думаю это защита от автодинамиков вот сейчас я точно не могу сказать это сделал я или это мне так уже досталось но вполне возможно что я вот сейчас могу краем остатков мозгов это дело вспомнить так но и и снизу снизу у нас все на месте значит вот она и решетка декоративные все ножки немножко вот тут скол ну и вы на это обращать внимание сейчас мы ну вот сейчас мы откроем этот чемоданчик и взглянем что у нас там а внутри этого чемоданчика это значит первая наша модель так но значит так внутри он видите зелененького цвета там даже сзади ткань такого рябенькая даже не знаю отсек здесь отсек для хранения значит пластинок сетевой шнур вот сетевой шнур достаточно любопытный потому что здесь видите можно как бы с удлинителем не с 3 с раздвоителем я бы ты сказал то есть вот сюда можно воткнуть следующую вилку вот значит я чуть попозже проект проект расскажу потому что именно этот проигрыватель я подготовил для демонстрации второй проигрыватель у нас чисто для каннибализма я его никак не ничего с ним не делал вот а этот я подготовил и потом мы это сказать поподробнее на эту тему поговорим но вот теперь другой проигрыватель он другой расцветки видите коричневый даже такие декоративные штучки я думал сначала что это его это сказать хозяин адаптировал но потом посмотрел на сайте отечественная радиотехника двадцатого века там было сказано что фу не сказано там была фотография именно в таком исполнении зеленый такой еще был серый но серого у меня нет сейчас мы его открываем да извините не показал чего не тут есть так как ни странно ручка более-менее цела значит ручка более-менее цела снизу панель цела вот а сзади панели нету вообще сзади панель утеряна ножки все на месте и значит сейчас мы его откроем и посмотрим что там внутри открываем вот значит смотрим так что у нас внутри но вот видите здесь другого цвета такая очень симпатичная такая пластмасса как это говорят молоткового типа значит эмаль даже здесь сохранился на рычаге переключения скоростей сохранилась ручка вот тут тоже все ручки на месте и вилка вот такая вот старинная обычная вилка но и секция для хранения пластинок она тут видите имеет несколько другой вид значит это проигрыватель не рабочий я с ним не возился вот к тому же я чуть позже покажу у него даже внутри нет одной лампы поэтому мы сейчас перейдем к зеленому проигрывателю и посмотрим как он работает и так вот зелененьким сейчас будем разбираться вот здесь ручка и утеряна я не стал с тобой переставлять пока пусть будет так значит обе ручки здесь на месте панель у него была значит сломаны крепежей я ее просто на термоклей подклеил эту панель чтобы она не болталась вот это вот вместе со звукоснимателем вот здесь вот это вот держатель звукосниматель этот он немножко другой чем в том проигрыватель поэтому я не знаю он родной или это уже родной был сломан и поставили другой также у этих проигрывать если понимать на потом посмотреть различаются индикаторы вот эти индикаторы включения тоже в целости и сохранности значит у нас это штучка значит проигрыватель двухскоростной наш положение 0 положение 78 и положение 33 вот здесь есть выход для дополнительного динамика и вход для звукоснимателя то есть в принципе его можно использовать как усилитель для внешнего проигрывателя так сейчас мы снимаем диска и смотрим что тут внутри я тут так все смазал почистил чего мог но ролик в смысле в принципе ролик почистил вот эти все двигатели смазал почистил вот этот ролик значит конструкция здесь достаточно такая известная я ее не очень люблю эту конструкцию потому что здесь есть пасек который передает с двигателя на 2 2 привод вращение значит одна скорость основная у нас когда ролик подходит к двигателю насадки на двигателя 78 а вот туда к насадки на 33 в целом сразу скажу что несмотря на то что ролик более-менее в хорошей сохранности все равно проигрыватель работает не очень хорошо мы это потом услышим детонация звука достаточно высокой и отлично слышно в чем что интересно на 33 она меньше чем на 78 несмотря на то что пасек здесь совершенно такой я самодельный клееный я не ставил новый пасек вот как есть вот 20 лет он у меня лежал на полке так и этот пасек видите он просто внахлёст склеенный пасек склеенный пасек так сейчас мы еще что надо проект проигрыватель сказать у него нет включения выключения двигателя потому что полностью рассыпалась планка пластиковая но она повреждена не полностью рассыпалась проведена планка на которой находился включатель при отведении тонарма и при подводе на место автостопа и плюс к этому там еще утрачены эти пружинки в общем такая вот ситуация но что интересно значит уже предыдущий хозяин у которого я покупал он закоротил намертво то есть при включении питания сразу включается двигатель поэтому значит включать можно его на нужную скорость просто вот этим рычажком сейчас мы это увидим и второе он там уже тогда еще больше 20 лет назад поменял конденсатор на старый 11 из конденсаторов видно ему не понравился в блоке питания он поменял его на более современные ну сейчас вот мы его включим значит я забыл сказать что вот резистор громкости в ужасном состоянии его немножко реставрировал насколько мог сейчас мы его включаем вот слышно как заработал двигатель но вам наверно не слышно но можете мне поверить на слово работает он тихо потому что его очень хорошенько промазал вот поэтому двигатель работает более-менее прилично ну еще вот ведь все же потрескивает чуть-чуть хотя я попытался тут исправить ситуацию но вряд ли и действительно исправишь у этих старых агрегатов до конца надо полностью менять резистор вот значит но естественно имеет место быть фон но фон это в общем-то нормальные даже при полностью убранном регуляторе фон совершенно нормальной ситуации для данных проигрывателей но не только для этих и для юбилейного тоже которые сделаны по модели rg3 не знаю с чем это связано в принципе можно заняться у пау пау увеличением емкости конденсаторов но не думаю что это надо делать потому что мы не собираемся их вообще слушать так вот просто поэтому обойдемся без этого значит так вот мы его включили вот тут значит зажигается у нас лампочка вот как я уже говорил двигатель постоянно включил значит так вот он вращается на скорости 78 потом послушаем кусочек и вот так вот он вращается на скорости 33 как я вам уже показывал там значит скорость 33 через дополнительный привод через пасек передается и что еще можно сказать ну наверное все остальное я покажу уже при демонстрации этого проигрывателя и во время демонстрации несколько фотографий которые я сделал внутренности и всего прочего но вот для записи мы будем использовать вот такой вот микрофончик беринджер у меня на читаю си си 2 у меня есть такой комплектик из двух стерео микрофонов но тут можно мы будем использовать только один и и пишу и обычно через такую же аудиокарту беринджер вот вполне такие бюджетные вещи но нормально работает так и для демонстрации я вам предложу наш две пластинки одна из них будет грамм пластинка карнавальная ночь вальсы из одноименного фильма выполнения дирознера это на 78 оборотов эта пластинка была выпущена в пятьдесят седьмом году ровно тогда же когда началось производство этих проигрывателей в качестве 33 мы вот возьмем такую мелодии экрана 2 серия но не знаю посмотрим что я еще точно не знаю на какую-то из мелодии отсюда мы тоже послушаем и у меня есть тестовый такой специальный для таких проигрывателей звукосниматель исправный я на нем плюсики нарисовал вот реставрированный звукосниматель который достаточно хорошо работает но на этом наверное все значит слушайте примеры звучания и не смотрите слайд-шоу этого проигрывателя спасибо вам большое до свидания и до новых встреч а а а КОНЕЦ 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 КОНЕЦ